Всем привет! И это очередная распаковка товаров с сайта Алиэкспресс. Конечно же, в очередной раз, в самом начале, я вам напоминаю, не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки, а также писать самые добрые комментарии на всем Ютубе. Сегодняшний свой выпуск я начинаю с полезной информации. Для кого-то это новинка, может быть. Дело в том, что у меня на канале много новеньких людей, которые совсем недавно начали покупать на Алиэкспрессе, и они очень многих вещей не понимают. Поэтому я в очередной раз хочу сказать такую вещь. Когда у меня просят или даже ругаются на меня, что почему вы не говорите цены, отвечаю, потому что в этом нет никакого смысла. Потому что когда я покупаю товар, я, я, я чаще всего этот товар закидываю в группу, в мою группу ВКонтакте, которая называется «Покупки в Китае», ссылка на которую есть внизу в описании под видео в инфобоксе, а также можно увидеть иногда в закрепленном комментарии. Ну, редко в комментарии закидываю, в видео в инфобоксе вы там точно найдете эту ссылку, или я прям добавлю, вот прям на экран, прям на экран добавлю QR-код, чтобы вы прям сразу, прям в группу попали. Вот я как сделаю, точно так и сделаю. Так вот, значит, девочки и мальчики, дяденьки и тетеньки, мы покупаем товар на Алиэкспрессе за рубли. Мы, это россияне, Российская Федерация, за рубли, но по курсу доллара. А доллар – это такой товарищ, который любит прыгать, скакать. Иногда он падает в обморок, как это было буквально пару дней назад. Сегодня у меня на дворе 21 июня 2024 года, и буквально пару дней назад, именно на Алиэкспрессе, доллар был аж по 87 рублей. Вот так мы развлеклись по полной программе. Кто не обратил на это внимание, тот, конечно, не успел купить что-нибудь дешевенькое. Вот, а кто успел, тот, конечно, купил прям по сказочной цене. А потом он из обморока вышел, и цены начали подниматься. То есть многие мне сейчас пишут, жалуются, а что случилось, почему идет распродажа, а цены стали больше, чем до распродажи. Цены никуда не делись. Просто доллар вырос в цене. Вот и все. Я думаю, этот момент понятен. Следующий вопрос. Вот халявная халява, которую мы получаем сегодня. Кстати, тоже будет халявная халява. И даже, как ни странно, на некоторую халяву до сих пор цена, вот у меня тут торчит уголочек, 2 рубля, 2 рубля, 2 рубля. Но можно купить одну штуку, потому что у продавца лимитка. Что такое лимитка? Это значит, вы можете купить у продавца товар одну штуку, или две штуки, или три штуки. Сейчас, опять же, у продавцов появилась новая тенденция. Они ставят лимитку на определенную цену. Вот, опять же, в группу я закидывала, вот вчера, позавчера, я уже точно не помню, у меня уже все дни перепутались, закидывала кубический циркон, где 4 миллиметра можно было купить по 265 рублей, но только три нити. Вот вы четвертую кладете, а он вам говорит, нет, нет, только три по этой цене. Вы берете три, все нормально, все супер-пупер, а потом заходите, и этот же, вот этот же кубический циркон, этот же цвет, уже по более высокой цене. Вот такие вот чудеса на Алиэкспрессе. Я думаю, что вот эта информация вам тоже понятна. Чудеса с бесплатной платной доставкой. Я сняла шорт специально, прямо вот лично для человека, который не понял, как это работает. Но, опять же, многие теперь, даже кто не вдавался в этот вопрос, они тоже поняли, как это работает, и побежали что-нибудь покупать. Объясняю, платная, бесплатная доставка в некоторых магазинах работает каким образом? Дело в том, что у некоторых продавцов стоит платная доставка вообще на все. Но, но, есть такая фишечка, у некоторых продавцов как бы негласно, можно продавцу просто сообщение написать и спросить. Негласно. Есть такая фишка. То есть, если вы покупаете у него товар, допустим, на тысячу рублей, или на полторы тысячи рублей, ну, напишет там, типа, у вас 10 долларов, или 15 долларов, он вам так напишет, скорее всего. То есть, от этой суммы, если вы в корзину положили товаров из его магазина, вот на эту сумму, у вас будет платная доставка, бесплатная доставка. То есть, вы кладете это в корзину, да, у вас платная доставка. Вы ставите галочку, что вы готовы купить вот этих товаров из его магазина, вот на эту сумму, и бамс! Фантастика! Бесплатная доставка! А еще может быть у продавца купон, и вы еще дешевле купите этот товар. Я думаю, что теперь вот это тоже все понятно. Ну, а теперь информация для особо одаренных зрителей. Буковки, которые вы иногда видите на экране, которые вам напрочь мешают смотреть мои видео, я не могу убрать. Это субтитры, это субтитры. Дело в том, что на YouTube есть зрители, которые с ограниченными возможностями они глухие, и им нужны субтитры, чтобы хотя бы читать то, что говорят другие люди. И я не могу их убрать. Более того, с помощью этих субтитров мои видео могут посмотреть люди, которые живут на границах и за границами, понимаете, вот в других краях и всяких дарях. Вот, они могут там в настроечках у себя поставить, перевести субтитры на свой язык. Вот у меня автоматически идет русский, да, а они могут автоматически перевести на свой любой язык, который есть в Гугле. Так вот, я не могу убрать эти буковки у вас, но вы их можете убрать сами. У вас там в настройке есть такая кнопочка «Выключить субтитры». Субтитры, оп, и чудо, они, эти буковки, пропадают. Я у вас их не могу выключить. Выключить можете только вы сами в настроечках. Все просто. Я думаю, что тут теперь тоже все понятно. Я думаю, что вы узнали очень много полезной информации и прямо сейчас уже написали самый добрый комментарий на всем Ютубе. Итак, начинаю с халявной халявы. Опять же, сегодня про группу скажу неоднократно. Собственно, группа для того и была создана, чтобы, как говорится, налетай, подешевело. Опять у меня камера сходит с ума. То есть, в реальном времени, если где-то есть какой-то товар по сказочной цене, мы его хап, цап-царап, взяли, расхватали, магазин весь сметелили. Ничего там не осталось. Итак, приехали вот такие вот наклейки. Вот такие вот четыре штуки идут наклейки. Вот такие вот. Клеятся они на автомобиль, на дверь. Но их можно приклеить куда хотите. Допустим, в наших краях у нас очень многие люди, где частный сектор дома, и там все вдоль дороги, вот, значит, заросло все кустами, деревьями. И когда ночью едешь, то иногда не можешь понять, где твой поворот. Где тот самый поворот к твоему дому? Вот многие прямо на столбике вешают всякие вот такие вот отражалки. Там делают из них какие-нибудь буковки или еще что-нибудь, ну, чтобы знать точно, что вот это мой поворот. Ну, чтобы не проехать. Понятно, да? Так что вот так. Два рубля. Два рубля. Всего-то навсего два рубля. Вот, в общем, я нахапала, понимаете? Вот, нахапала. Просто там несколько раз было, то есть все это лимитка, но вот несколько раз в разных или магазинах, я даже не обращала внимания. Они вот заходите туда, и потом они вам предлагают, предлагают, так как я как бы на компьютере, там еще сразу, и вот тут еще по два рубля, и вот тут еще по два рубля. Ну, вот нахапала. Ехали достаточно долго, но приехали, видите? И даже до сих пор, я вам ссылку оставлю, до сих пор есть. Ну, два рубля штука. Так, теперь халявная халява, которые, конечно, сейчас многие покусают локти. Вот целая пачка приехала, целая пачка приехала. Это, значит, сережки, сережки, значит, кулончики, браслетики, все это с кубическими цирконами, значит, по 22 рубля, там по 30 рублей, что-то такое-такое, значит, дочек купила, сейчас у меня помощница спит, я сейчас тоже спать пойду, хотя у нас утро на дворе. Вот, значит, все это у меня, всю ночь просидела, все ловила, этот обморочный доллар. Ну, смотрите, какая красота. Ну, прелесть же. Вот такая вот сережечка вот. Доча говорит, как они, говорит, одеваются? Говорю, на уши вешаются. Ну, понятно, да? Мы там поржали, конечно, с ней, говорю, на уши. Вот так, говорю, берешь на уши, вешаешь, и все, и оно болтается. Вот, то есть, ну, тут даже вот нету смысла это все показывать. В принципе, я просто показываю, как факт, что оно получено, понимаете? Вот браслетик с бумбенчиком, тоже какая он лепота, понимаете? Вот просто прелесть. Ну, и все это за копейки, за копейки. Вот этих сережек нахватало, чтобы он, может быть, швен засниму с них, может, что-нибудь переделаю, кулончики, что-нибудь там на браслетике можно понавешать, понимаете? Ну, а что нет-то, когда да? То есть, кто получил, девчонки, пишите в комментариях, как вам вот такие украшалочки за 30 рублей. Ну, я, в общем, не буду тратить время все вот это показывать. То есть, в общем, я тут поназаказывала всякого-всякого. Сейчас по-быстрому там с лебедями вот такие. Вот видите, вот такие вот лебеди. В общем, даже из пакетов не буду вытаскивать. Браслетов, кстати, можно было брать с чего сколько хочешь. Вот этих вот браслетов, вот буквально одинаковых, я вот две штуки взяла. Ну, просто у меня ребятеныш очень браслеты любит. Вот кулончики вот такие вот, понимаете? Вот всякого-всякого было понахапано. Ну, такие вот сережечки. Ну, как говорится, ну, летай, подешевело. Мы нахапали, понимаете? Кто-то нахапал, кто в группу не заходит, извините, как говорится, подвиньтесь. Опять же, я снимала обзор, там оставляла ссылку на магазин. Вот после этого обзора в этом магазине было сметено все, абсолютно все. Вот. Так что, не забываем писать добрые комментарии. С добрые комментарии на всем Ютюбе. Так, сейчас немножечко, значит, о прекрасном наоборот. О прекрасном наоборот. Вот, так, камера у меня опять будет сходить с ума. Значит, приехала такая фурнитурка мне. Сейчас все в кучу собрали. Ой, в общем, перебирали, забирали все. Тут это самое дело. Значит, это такие вот концевички. Они здесь, видите, по размерам есть поменьше, есть побольше. Вот прям вот так вот показываю на руке все как есть. Здесь очень много дела в том, что они с дефектами. Очень много с дефектами. Я расстроена. Я взяла по 20 штук каждого размера. Здесь два размера и два цвета. Вот такие вот шапочки для бусин концевички. Видите, у них есть дырочки. Отверстия есть. Сейчас покажу, как это выглядит на бусинах. На самый маленький размер я покажу. Я ссылку оставлю, но, девчонки, имейте в виду, что может быть дефекты. Ну, как дефекты, они такие, знаете, для кого-то может быть ничего. Я-то тетка такая придирчивая, тем более, что стоят они почти... Я брала 20 штук. Это самый выгодный вариант. Ну, я считаю, что они... Вот, понимаете? Вот такая вот получается шапочка. Вот. И потом цепляете колечко, еще что-то. Это, конечно, очень прикольно. То есть там у меня сейчас просто бусин-то таких больше и нету, чтобы еще показать. Так. Ну, есть, наверное, вот... Ну, то есть, опять же, вот на такой бусине, ну, уже большой будет. То есть, вот... Это бусина 6 миллиметров. То есть... Ну, вот как-то так. Надо побольше 8 миллиметров. Кстати, вот, понимаете, вот... Понятно, да, как это будет? Ну, то есть, это будет только вот с этой стороны, конечно же. Значит, вот этот вот продавец, кстати, вот с этими жемчужными бусинами. Вот, видите, какая прелесть. Ну, попадаются с дефектами. Вот этот продавец с этими жемчужными бусинами, понимаете? Вот меня тогда, вот я говорю, я тогда так сокрушалась, что там в отзывах на Алиэкспрессе там меня полили помоями. Ну, вот смотрите. Вот я купила вот эти бусины, я сразу же побежала покупать 6 миллиметров. Купила, успела по сказочной цене. Что сделал продавец? Естественно, после моего обзора пошли у него продажи. Ну, все же побежали, да? Я думаю. Надо догадаться. Соответственно, что он сделал? Мало того, что он цену поднял, он добавлял туда еще всяких разных бусин. То есть, у него там были только белые. Он туда набалял еще разных разноцветных. Вот. И поднял на них цену. Ну, молодец. Я не понимаю их логики. Если у тебя берут товар вот по этой цене, зачем ты эту цену поднимаешь? Я не понимаю. Это вот типа, ой, все, все берут, все супер-пупер и дороже возьмут. Да нет же. Нет, берут, потому что качество вот хорошее, и оно вот по такой цене. За выше, за выше цену качество можно купить в другом магазине. Вот. Вот. Я полагаю так. Вот. Я не вижу смысла в подъеме цены. Если у тебя начали продавать товар, который у тебя ну, лежал. Ну, его покупали, но очередь за ним не стояла. А тут народ набежал, и давай цену поднимать. Ну, идиотизм. Ну, а теперь я вам расскажу о своей невнимательности. Помните, я вам рассказывала, да, про шнурочки, которые не на катушке, потому что 10 метров. Вот, заказала вот такую вот ленточку классную. Ой, чего можно из нее понаделать всякого-всякого. Ну, красота просто вообще, да? Такая вау. Ну, и что, у продавца на фотографии что? На втулки. На втулки картонные вот это все дело. А присылает вот так. Хотела спор открыть, потом пошла в описание посмотрела, в описании написано, что присылаем вот так вот. Ну, написала отзыв соответствующий, что не надо вводить людей в заблуждение. Спор даже не пыталась открывать. Ну, думаю, раз сама прощелкала описание, как говорится, вина моя. Я умею признавать за собой вину, если я сама дура. Вот, если сама чего-то прощелкала. Вот в очередной раз приехал гранатик. Гранатик. Прекрасный, замечательный гранатик. Ну, теперь смотрите. Значит, смотрим, да? Смотрим. Все, гранатик, 100% все проверено. Вот, видите, две нити. В одном и том же магазине. У одного и того же продавца. 4 мм. Вы разницу видите? Я вижу. Бусины прекрасные. Вообще. Просто шикарные. Отполированные по кошачьей. Но... Размерчик. Понимаете? Ну, вот как это так? Как это так? Я не знаю, как это происходит. Кстати, о гранате. Я нашла еще один магазин с граненными бусинами гранат. 4 мм. Там у него, значит, у продавца одна нить, по-моему, две нити или три нити и пять нити. Пять нити выгоднее всего купить. Выходит 400 рублей. Опять же, пока доллар был в обмороке, понимаете? Я успела хапануть. У меня вот уже пять нитей. Они где-то уже в России едут. Только никак не доедут. Вот я не думаю, что до распродажи доедут. В группу я закинула ссылку. Там сегодня, я посмотрела, появился еще один отзыв с фотографией. Но она, правда, такая не очень... Не очень. Но у продавца по чесноку написано, что бусины 3,5-4 мм. Вот. Но судя по фотографиям, а у него очень хорошие, качественные фотографии, там будет хорошая, правильная огранка, как я хочу. Ну, и опять же, я решила, что, ай, будь что будет, если что-то не так, то, в принципе, я знаю, что с этим делать. Вот и все. Вот. И опять же, я жду от вас самый добрый комментарий на всем Ютубе. Погнали дальше. Приехали еще вот такие вот замочки. Даже вытаскивать из пакетов не буду. Уже все проверено, перепроверено. Все рабочее. Это вот, как бы, знаете, вот такое дело. Как говорится, кому надо, тот берет. Вот такие вот обычные карабинчики. Но они тоже с хорошим покрытием. Дальше приехали вот такие вот бусинки. Специально покупала их для того, чтобы наделать вот таких вот бусинок. Понимаете? Вот таких вот бусинок, чтобы наделать вот таких. Так. Миксом взяла. Можно у продавца взять определенный цвет. Ну, я решила, пускай будет микс. Специально взяла. Вот если у меня уже дочь, понимаете, я-то брала это для браслета. Доча говорит, ой, это браслетик можно с такими веселечками наделать. Ну, понимаете, уже ребенок мыслит уже в это. То есть мамка-то уже заранее знает, что из-за чего берет. А она уже такая, ну, браслетик. Где это? Да точка. Для браслетика и бралось их все это. Погнали дальше. В прошлом обзоре, в предыдущем, я показывала вот эти вот прекрасные бусинки, которые, как выяснилось, называются алмазное стекло. Ни хухер-мухер, понимаете? Ни больше, ни меньше. И, как говорится, ни отнять, ни добавить. Алмазное стекло. А то мы треугольнички, треугольнички. Вот они треугольнички, понимаете? Вот треугольнички. А вот оказывается, алмазное стекло кто-то это уже обозвал. Я где была, я не знаю, я пропустила, знаете, праздник жизни, когда эти бусины кто-то назвал алмазным стеклом. Я их видела давно, они в продаже очень давно. Но то, что это алмазное стекло, я даже не предполагала. Но я сказала, что их можно использовать как бусины-разделители. Вот демонстрирую браслетик. Это значит, у меня белые, это вот стеклокерамические бусинки. Стеклокерамические бусинки. И вот так вот, как в качестве разделителя. Вот через одну бусинку. Видите? Сейчас уберу, чтобы вот так вот было. Через одну бусинку, через три бусинки. Смотрится очень даже. Даже несмотря на то, что вот эти бусинки желтенькие, а вот эти беленькие смотрятся прекрасненько. Это на силиконовой резиночке браслетик сделан. Вот такая вот прелесть. Мне очень понравилась дочь тоже. Так что вот это вот алмазное стекло очень, даже, даже, очень. Вот. Дальше еще немножечко разочаровашек. Заказала вот таких вот бусинок. Они как огонечки, но цветные, да? Вот такой вот синий-зеленый. Он приехал у меня. Одна бусина, видите, вот там вот эта вот белая ворона. Только она не белая, она зеленая ворона. Другого цвета. Ну, я думаю, что вот так вот видно, да? Что она другого цвета, вот эта вот. Просто белые, вот такие вот. Просто белые. И вот это вот разочарование. Сейчас на экран добавлю картинку, фотографию того, что я заказывала, и вот то, что мне приехало. Жесть, да? Это вот настройки монитора надо было очень сильно настроить, чтобы вот прям вот до такой степени разница в цвете была. Ну, пришлось открывать спор и возвращать себе денежку вот за несоответствие цвета. Вот как-то так и никак иначе. Кстати, вот бусинки вот эти вот они. Сейчас вам еще все остальное покажу. Ну, вот сразу давайте. Вот такие вот бусинки приехали с кубическими цирконами, такие леопарды. И вот такая вот коронка. Ну, это доча попросила, говорит, хочу такую бусинку, таким браслетиком хочу. Ну, хотите, Натя, тоже с кубическими цирконами. Имейте в виду, такие бусины есть дешевле. Никаких кубических цирконов там вообще в помине нет. Там либо стразина приклеена, либо вообще ничего нет. То есть, вот видите, вот здесь вот. Это кубический циркон. Так, да, где у меня эта корона? Вот, чтобы показать во всей красе. То есть, вот так вот эта бусина выглядит. Видите? Там вставлены кубические цирконы. Вот так вот она выглядит, эта корона. Вот. Две штуки, там что-то 60 с чем-то рублей. Это вообще классная цена. Качество хорошее, покрытие хорошее. И вот этот вот леопардик, значит, вот такая у него изнаночка. Значит, как вы понимаете, основное отверстие у него проходит вот так. И если хотите, если прям очень сильно желаете, то его можно использовать как коннектор для соединения. Ну, то есть, вот тут вот с изнанки, смотрите, вот есть у него, видите, вот цеплялки. То есть, можно вот, допустим, вот с этой стороны что-то прицепить, с этой стороны и вот так. То есть, можно сделать браслет с двумя нитями. То есть, вот таким вот образом вот прикрепить. То есть, тут оставить отверстие как есть, а вот тут вот прицепить вот таким вот образом. То есть, вот так вот. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот так вот. Будет. Вот. Вот тут вот за мордяку будет цепляться. И с обратной стороны еще вот так вот две. То есть, понятно, да? Может, что-нибудь изваяю, покажу. То есть, в принципе, а вот сюда еще можно даже что-нибудь, что-нибудь приляпать такое. Допустим, сюда если пин засунуть, и на пин приляпать там какие-нибудь весельки можно. Ну, фантазия, понимаете, наша фантазия, она не ограничена. Человек должен уметь фантазировать. В общем, развивайте фантазию. Не бойтесь никаких экспериментов. Тем более, если вот в данном случае, понимаете, если вы будете вот... Понимаете, я вот люблю вот на ниточку... Вот сейчас тросики вообще прям... Прям вообще обалдеваю. Вот эти тросики специально взяла некоторые, которые я не буду использовать для украшений. А просто я смотрю, как это смотрится. Вот так вот, понимаете? Вот мне вот нравится посмотреть на ниточки. Как это будет? Вот в прошлый раз я вам рассказывала про специальные такие. Ну, я все равно, я люблю именно на ниточки посмотреть. Вот в руках вот так подтыркать. А как вот это вот так? А как вот так вот там на руку приложить? А как это на руке будет смотреться там или еще где-то там? То есть вот я вот так вот люблю. А я вот это разберу, вот это переберу. Вот это вот сделаю вот так, а вот это вот так. Вот это я очень-очень люблю. Вот сто пятьсот раз перебирать, разбирать. Так, и приехали замочки. Так, мне бы вам не забыть показать вот этот сказочный пакетик. Многие даже не знают о существовании таких вещей. То есть они как бы знают. Так, тут колечки. Значит, приехали очередные еще тут замочки. В принципе, так, вот такой вот замочек я вам показывала только в серебре. Вот такой вот. Так. Значит, вот такой вот замочек. Такой прям конкретный замочище. Ну, это для каких-то очень крупных бусин. Хотя, в принципе, а кто вам запретит? Можно даже браслет сделать. Ну, вот кто-то любит, допустим, если очень крупные бусины, сделать вот с таким замком браслет тоже. Как говорится, а кто вам запретит, да? Значит, вот такой вот еще замочек. Вот такой я уже вам показывала. И два вот таких вот. Они подешевле стоят. На Алике есть такие же замки стоящие, как космические корабли. Сразу обращаю ваше внимание. Вот они красивые, они с кубическими цирконами. Но у них покрытие, вот оно не самое, скажем так. Благородное. То есть оно блестящее. Ну, вот видите? Ну, девчонки у меня все смышленые. Понимаете, да, о чем речь идет? То есть, как бы это хорошие, достаточно хорошие замки. Но не до такой степени, чтобы вот они были. Прям вот, допустим, даже вот эта бусина-корона, она по сравнению с полировкой, вот она по качеству во сто крат лучше, чем вот эти замки. Потому что вот мне маловато полировки. Я люблю, чтобы зеркалити было, чтобы было зеркалити. Тут зеркалити нет, тут матовость такая присутствует. В общем, вот так вот этот замок открывается. Вот, то есть, как-то я не очень, понимаете, вот не очень как-то я прям впечатлилась. Но, опять же, цена, цена сказочная у них, просто сказочная. Поэтому, итак, вот приехали мне вот такие вот. Это еще не звезды сегодняшнего обзора. Стоит, как космический корабль, всего 25 штук. Ну, многие понимают, что это такое. Да, это люверсы, это просто люверсы. Люверсы, но это не просто люверсы. Это люверсы для украшений. Я заказала еще люверсы, которые обычные. Посмотрим, что мне приедет. Но, тем не менее, вот опять клубнички, опять малинки. Я вам буду их показывать 100-500 раз. Вот, смотрите. Дело в том, что, когда делаете украшения, есть два момента. Иногда надо вот расширить отверстие, а иногда его как-то хочется сузить. И вот тут вот проблема возникает. Особенно, когда вот такие вот украшения ручной работы, бусины, вернее, вот у них очень большие отверстия. Или, допустим, вот тут вот пин надо загнуть, и вот какая-то бусинка вам не подходит. Вот видите, как этот люверс, он уже не прыгает, как, допустим, вот, если бы я просто вот разделительную бусину какую-то, потому что он там внутри. Потому что он там вот внутри, и это уже выглядит все иначе. Я сейчас не буду, блин, я пины не подготовила, но я думаю, вы мне поверите на слово, потом как-нибудь покажу. Вот, допустим, обычный. Вот у меня эти... А, нет, есть вот здесь, далеко не убирали. Есть. Сейчас я вам покажу просто, что это такое и зачем оно нужно. У меня просто длинных пинов сейчас нету. Они едут, у меня заказаны. Вот смотрите, вот эта клубничка, допустим, если я возьму просто пин, да, вот просто пин, вот так вот, оп, у меня оп и провалился. Вот, ну вот на этих малинках, вот тут отверстие, оно поменьше, потоньше. А вот с клубничкой вот такие вот вещи можно делать. Вот так вот. Ну иди сюда. Чего ты? Чего ты? Вот так вот, оп. Вот так вот. Оп. И все, и уже у вас ничего не убегает. Ну видите, он просто коротышка. Вот, то есть уже все хорошо. Уже все хорошо. Вот, потом вот тут же, понимаете, вот тут, вот если вот вы внизу-то сделаете, у вас вот тут вот будет болтаться. Тут такая же история. Тут можно с двух сторон. Опять же, у многих бусин из натуральных камней, больших, крупных бусин, бывают очень большие отверстия, и это тоже проблема. Вот, в первую очередь. И вот, видите, раз и все. И сделали красивое отверстие 1 мм. Это самые мелкие люверсы, какие вообще только возможно найти. То есть они прям вообще крошечные, понимаете, да? То есть это вообще крошечки-хаврошечки. Значит, я взяла с покрытием 14-каратного золота. Я купила подешевле люверсы. Посмотрим, что приедет, как они будут выглядеть. Вот 1 мм. Я хочу посмотреть просто, насколько есть смысл. В общем, вот эти стоят там 200 с лишним рублей. 200 с лишним рублей всего за 25 штук. Но в некоторых случаях есть смысл потратиться деньгами на такую прекрасную вещь. Вот, чтобы сузить отверстия в каких-то бусинах. Собственно, я вам сегодня все показала, все рассказала. Как обычно, все ссылочки будут внизу в описании под видео, в инфобоксе. Вот, ну, я жду от вас самые добрые комментарии на всем ютюбе. Ну, и на этом сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok